Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это такой краткий обзор за 14 июня. У нас опять стоит жара, жара удушающая, 30 градусов. И все действия, которые я совершаю в огороде вот эти дни, это только полив, полив и полив. Вы понимаете, что сейчас вот, когда растения растут, развиваются, плоды наливаются, нужна вода, вода и вода. Только успеваю, эту бочку польешь, нальешь, польешь эту теплицу, потом включаю вот это, у нас как поочередно, один день одно поливаю, другой день другое. Но жара, конечно, помогает расти, развиваться растениям очень хорошо. Лучше, чем когда холодно. Единственное, что плохо мучаются, конечно, растения в теплицах, если 30 градусов на улице, что тут даже с притенением воздух все равно такой горячий. Но это способствует вот поспеванию плодов. Плоды крупноплодные начали буреть, значит, скоро будет постоянный урожай томатов. Из-за аномальной жары в этом году очень рано выросло, расцвела картошка. В первой половине июня, этого не было, конечно, у нас раньше. Из-за этой же жары плохо взошла морковка, вот где-то взошла хорошо, потому что я посадила, она в сухом грунте долго сидела, и вот ее сейчас очень часто нужно поливать, потому что иначе она не выживет. Она еще маленькая, вот такая у нас морковка. Сейчас поливать надо. Чаще обычно выпускаю полив во все теплицы. Вот уральская теплица, прошло 3 дня, все пересохло, и снова я включила этот полив из куба. Куда не пойдешь, везде кошка. Толи, кошек много у меня. Вот появились первые баклажанчики. На многих кустах уже вот такие молодые завязи. Каждый день хожу, помешиваю свою настойку куриного помета. Завтра буду применять, потому что много комментариев пришло. Все, я сделала свои выводы о применении этого препарата или средства. Какие выводы сделала я, когда буду делать рабочий раствор, я все вам расскажу. Сейчас мы пришли с Марком обрезать огурцы. Сегодня мы поедем на речку купаться. Ой, не надо Марк. У меня Марк с пятницы находится, поэтому никакие видео, которые я сняла, я не успела смонтировать. Ничего, все они меня кружат. Вот Мэри, Марк, кошка, за ними нужен глаз да глаз. Сегодня день посвятим купанию, поедем на озеро купаться. Без этого тоже нельзя, ребенку нужно развиваться. А сейчас я покажу вам огурцы, которые вот я подкармливала. Мы сейчас их будем срезать. И кто видел, ну что это было, 4 дня назад, наверное, как висели вот эти маленькие запупушки. Сейчас мы обрежем, и вы увидите, сколько много у нас огурчиков наросло за эти несколько дней. Массово много сейчас Марка научу, он будет мне обрезать огурчики. О, давай. Ну поднимай его, ага. Давай мне в руку. Второго обрезай. Осторожненько, только плетненько. Вот этого? Нет, вот большого, вот большого вот этого. Ага. Потихоньку, потихоньку. А что, не хочет? Ну давай я тебе помогу, а то ты мне сейчас плеть отрежешь. Подожди. Они, видишь, колючие какие, их руками брать не нужно. Нужно ножницами так. Раз. Давай его поднимай. А в тело? Ну вон он, на полу. Вон он валяется. Он спрятался, не хочет, чтобы мы его съели. Так, давай на большую еще переходи сюда. Вот большой какой, смотри. Вот этого обрезай, толстяк. Толстяк. Ага, тихо плеть. Вот так вот сюда заводи ножницы, вот так. На, обрезай. Ой, что? Тосифика. Тихо. Давайте еще обрезай. Вот этого толстячка, ага, обрезай. Есть. Давай, давай, давай. Опа. Все, поднимай его. Будем его есть. На речку поедем и будем его с картошечкой кушать. Колючий? Да. Огурцы в этом году получились вот эти вот очень колючие, такие шипованные. Даже я не могу их руками брать. А тем более Марк, он раз взял, больше не захотел. Поэтому мы их сегодня рвали с применением ножниц. Да, Марик? Да. Ну, подними глазки. Так, это нам хватит на сегодня. Теперь, надеюсь, каждый день будет у нас урожай свежих огурчиков. Ты чего стесняешься? Все. Сейчас покажу еще, скажу новость про палатку. И, к сожалению, все видео теперь буду только в понедельник и монтировать, и выкладывать. Потому что внук, конечно, на первом месте. Кому обещала, что показать, все лежит у меня пока что в компьютере. Все сделаю чуть позже. Вот сегодня в комментариях прочитала одно сообщение, которое... Смысл такой, что спрашивают, а что у вас огурцы никогда не болеют? И я задумалась. А ведь действительно, у меня с огурцами почти никогда проблем нет никаких. И я, если честно, думала, что у других они тоже очень редко болеют. Но, почитав сообщения зрителей, я вижу, что у кого-то заедает паутинный клещ, у кого-то какие-то корневые гнили, мучнистая роса. Если честно, я не знаю, от чего это происходит. Вот у меня, я посмотрела, огурчики все ровненькие, листики все зелененькие. Я не знаю, от чего случаются болезни у огурцов. Но все мои действия я вот снимаю и выкладываю видео на своем канале. И кого интересует, могут посмотреть, что я делаю. Потому что я всегда говорю, что болезнь легче предупредить, чем потом лечить. И выполняя вот нехитрые такие процедуры, как какие-то подкормки, чуть-чуть опрыскивания, что-то какие-то прям минимальные обработки, у меня достигается вот такой результат, что огурцы почти всегда здоровые. Но я не помню, когда последний раз болели. Они могут, конечно, паутинный клещ где-то появиться. Но при первых же признаках я, конечно, буду обрабатывать. Все есть в прошлогодних, в позапрошлогодних видео. Об огурцах у меня очень много видео. И все можно найти на канале. Вот сейчас смотрю. Вот ради этого, вот ради таких молоденьких, хрустящих, сладких, вкусных огурчиков мы стараемся пораньше все высадить через рассаду, через какие-то укрытия. Знала бы я нынче, что будет такое тепло. Огурцы можно было бы есть еще месяц назад. Но так как они холод не переносят, с ними экспериментировать я боюсь рано высаживать. Поэтому вот у меня урожай нынче только в начале июня, в первой половине. А можно было бы кушать месяц назад. И самая последняя новость в сегодняшнем обзоре, это шок от размера вот этой растительной палатки. Если честно, когда она пришла, я не предполагала, что она такая большая. Я посынковала томаты в теплице, муж собирал. И потом Марка послала, говорит, иди бабулю позови, скажи, что для нее сюрприз. Когда я пришла, я говорю, какой сюрприз? Он говорит, не знаю, где ты будешь жить. Я собрал тебе палатку эту. Но, по-моему, в нашей комнате будут жить только растения. Потому что она большого размера. И когда я ее увидела, я правда ахнула. Вот смотрите, я захожу, иду в полный рост. Ну, тут темновато, конечно, тут еще нет лампы. Облюбовали эту палатку Марк и Кошка. Здесь все положили подушки. Подушку мне пришлось с ними тоже здесь лежать. Играли в домик. Здесь вот игрушки. Все, короче, тут у нас детская игровая комната. Когда Марк услышал, что собираем палатку, он, палатка, палатка, скорее палатку. Он, когда был маленький, он был фанат палаток. Когда два года назад, год назад, когда он зимой приезжал, мы заносили и разбирали палатку рыбацкую, в которой муж на зимнюю рыбалку ездит. Ему нравился вот этот домик, эта палатка. В эту он влюбился вообще. Вот смотрите, я стою. Вот высота моего роста. Она еще выше. Потолок. Все тут такое блестящее. Тут можно открыть окна, карманы, сетки для проветривания. Но о ней я буду рассказывать потом. Главное, что здесь можно жить не только растениям, но и мне, моему внуку, собаке Мэри, кошке. Все мы здесь поместимся. Не хочет жить в этой палатке только дед. Он сказал, на рыбалку будете ее брать. Для рыбалки она, конечно, очень огромная. Для рыбалки подходит. Для рыбалки подходит, да. Все, вот на этом видеообзор я заканчиваю. Сейчас поедем купаться. А все видео, которые я снимала про опрыскиватель там, еще про что-то, будут чуть позже. Извините. Лето. Надо уделять время внуку. Учить плавать его. Крошка Мэри с нами, к сожалению, не поедет. Ей нельзя. Я хотела мужу попросить. Я говорю, давай с собой повезем. Он говорит, нельзя. Она там схватит. Люди же оставляют еду. Это надо будет за ней следить или держать ее в машине. Крошка Мэри будет охранять дом. Ага, ты будешь... А если будет... Скажи, скажи, овчарка. Обчарка. Обчарка это у нас, обчарка. Если будешь охранять дом, я тебе скушу, я скутам. Да, правильно. Все, Мэри.